здравствуйте дорогие дамы и господа да благоволит к нам господь с вами джин клюкер следующий отчет по проекту вав за 25 мая в общем вчера я там на станции задержался проголодался есть захотелось и я купил там булочку хлеба заводскую по 1860 и пачку кефира кировского по 33 рубля потом я дома еще покажу тетрадку там что у меня какие расходы добавились потом вчера я сварил бульон бедрышко там вывесила на 203 грамма тоже это покажу все в тетрадке там сколько получилось вот в общем на станции там съел этот кефир булочку ну так наелся такой сытный получился у меня назвать обед вот дома я уже бульон кушал и отдельно сварил еще пшенку кашу я этот бульон разогрел а туда эту кашу ложкой добавлял в общем пшенку она как бы там растворялась и такой супчик у меня получился вот сегодня вот тоже домой приду тоже этот бульончик буду кушать там не еще морковка осталось лук на я раз делаю салатик вчера еще не упомянул то что посылка то приходила с израиля там еще была шоколад kitkat вот одну но шоколадку я съел это это было позавчера вот а вчера еще был пакетик с кукурузными палочками но он такой какие-то палочки такие интересные красные как бы таких с малиновым вкусом вот эти палочки кушал с грибобасом напополам поделили в общем сегодня на работе и так из продуктов которые мне как там я назвал то в принципах то вспомнил это слово из подвернувшихся продуктов вот так получилось сегодня 9 дней у нашей сотрудницы на работе коллега по работе 9 дней как мама умерла царство ей небесная валентина и вот она приносила коллега по работе приносила пироги ну поминали в общем и там чаепитие устраивали там пироги были я съел там два пирога по два кусочка пирога с мясом и пирог один кусочек такой сладкий там и не помню с яблоком что ли и конфет я штук пять там наверно съел но в течение дня в общем там чай я уже заварил этот черный два раза но один пакетик я заварил на два раза в общем зеленый чай то есть что-то в пакетик сложил зеленый чай пакетиках и его не могу найти потерял короче сегодня буду искать у гриба вас а куда-то этот пакет у меня задевался я сейчас перестал заваривать этот как этот брусничный лист ну как бы его надо варить в принципе можно и брусничного листа заварить в общем вот вот это сегодня на работе перекусила дома там буду уже это бульон этот кушать в общем вот сегодня пока по отчету все вот был дождик вот смотрите гриба баф тут появился кепка намокла что ли немножко нашел дождик а потом я взял зонтик камила вышла пикачуха посмотри на себя пикачуха это ты там видишь тебя дядя скажи пока 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 идет подготовка к моему плотному ужину вот одну морковку потер посолил вот этой солью одну луковицу порезал полукольцами ну то есть луковицу напополам и порезал полукольцами луковица большая и салата получилось много это наверно мне хватит на сегодня и на завтра пакетик с чаем я нашел вот это мне зеленый чай остался пакетика потом вот одна луковица у меня осталось надо ее как-то дотянуть постараться до конца недели потому что воскресенье это уже получается 31 мая и как раз у меня проект закончится и вот я вчера варил бульончик там одно бедро по я его сварил потом порезал бросил немножко лучка и посолил сейчас налью в тарелочку разогрею бульончик а вот еще кашу сейчас покажу сколько мне каши вот это я кашу добавлял вот что там дырка такая это я добавлял столько вот кашу бульон это вчера я кушал а сейчас я хочу кашу разогреть отдельно хочу ее кушать горячим и отдельно бульон то есть у меня будет четыре наименования бульон каша салат так с моркови лук чай зеленый с конфетами подушками подушечки детали тут сейчас покажу это у меня в пакетике не еще вот у меня еще конфеты остались в такой баночке но это у меня их беру с собой в рюкзаке сейчас покажу сколько еще дополнительно докупил продуктов в общем на шесть одно яйцо я съел 6 рублей так бедрышко вы получилось на 32 рубля 50 копеек одна булочка вот что я говорил вчера на станции съел 1860 плюс 33 кефир получилось у меня 1290 50 ну я думаю видно все кто следит за проектом кто-то уже в курсе сейчас у меня еще каша тут дополнительно разогревается суп уже ну бульон в общем уже подогрелся вы можно кушать сегодня у меня такая получилась получился разнообразный стол такой и салатик с морковкой каша еще подогревается нужно делаю кое-какие выводы но это будет в конце уже проекта отдельное видео по выводам ну так могу еще сказать что не хватает вот мне для меня вот в этом проекте не хватает вот этих хлеба не хватает я вот я уже говорил как-то в одном видео привыкли хлеб есть постоянно насчет вот круп это вот я сейчас уже приму на вооружение буду так периодически варить каши и сдабливать их под этим сливочным маслом будет очень хорошо я вот эти каши варю на воде без соли без сахара и мне нравится сколько ем в принципе нормально как бы чувствуется вкус самой крупы уже чистый вкус и самой крупы есть еще со сливочным маслом вообще будет замечательно так кашка уже наверно подогрелась так чайник поставить уже слишком горячая это каша стала я туда немножко бульончика налил чтобы она не подгорела удивительно вот я покупал для проекта две бутылки масла вот от второй бутылки мне еще вот столько масла осталось вообще я так думал что мне масло придется докупать как ни странно масло я смотрю мне наверное хватит уже надо ему дотянуть уже не покупать дополнительное масло то есть вот на месяц вот эти две бутылки по 0 65 литра получается мне хватило так 65 65 это значит литр 300 получается масло подсолнечного вот исходя из этого опыта я уже могу так сказать прогнозировать на неделю допустим что готовить на неделю там когда кашку можно готовить когда супчик изготовить выходным допустим в субботу воскресенье там блюдо какие-то с мясом и уже как бы я уже интересный такой опыт получился все таки исходя из этого даже я уже знаю где там больше трат получается на продукты где меньше потому что я уже знаю где тратится денег по минимуму по минимуму по минимуму на какие-то продукты а такие продукты конечно как сыр там масло сливочное там колбаса мясо это естественно уже совсем другие затраты ну пока на сегодняшний отчет все на этом спасибо за внимание всем удачи